Я всячески пытался обойти эту тему, но после очередного сюжета, который я посмотрел по телевизору... Всем привет, с вами Жора, и как вы поняли, это видео не самое весёлое на моём канале. Сегодня я бы хотел выразить свою точку зрения по поводу всех этих дебильных хэштегов а-ля Синий Кит, Тихий Дом, 420 и тому подобное. То есть идёт вербовка, и вербовка такой силы, что подростки 12-16 лет ставят на себе крест и заканчивают жизнь самоубийством. Я задался вопросом, а что не так у этих детей? И немного поразмыслив над ответом на поставленный мною вопрос, я подумал, что вообще-то жизнь подростка очень сложная штука. Сейчас большинство посмеётся над моими словами. Единицы меня поймут. В чём заключаются сложности, спросите вы. Первое — это изменчивое настроение. Да, оно есть у всех, и у взрослых, и у пожилых людей, но подростки, к сожалению, лидируют в этом плане. И в большинстве случаев мы, подростки, срываемся. Получив плохую оценку, мы думаем, что хуже некуда, что экзамены не сдадим, в институт не поступим. Одним словом, усугубляем всё, делаем из мухи слона. В возрасте 12-16 лет мы уже заводим парней и девушек. Алё! И в большинстве своём такие отношения длятся недолго. Как бы логично. Мы меняемся, наши вкусы меняются, всё меняется. Ну понравился тебе человек, дружи с ним, строй хорошие дружеские отношения. Потом же мы месяцами страдаем о том, что всё кончилось. И потом мы ищем точно таких же людей, которые брошены, подавлены и замкнуты в себе. Чтобы высказаться друг к другу, а потом вместе откуда-нибудь спрыгнуть. Группы, картинки, фильмы и музыка. По моему мнению, вообще другая тема. В большинстве случаев люди убивают себя именно из-за этого. Я сейчас не говорю о развлекательных группах, мемчиках. Нет, это моя тема. Я даже её могу пропагандировать. Слушайте хорошую музыку, смотрите весёлые фильмы. Я за это. А вот группы, в которых пропагандируются картинки, фильмы и музыка, которые вгоняют тебя в депрессию и угнетают ещё сильнее, меня раздражают. То есть один какой-то дебил настолько замкнулся в себе, что позволяет себе создавать картинки с цитатами. И в этих цитатах он говорит нам, какие мы слабые, какие мы ничтожные, и что этому миру без нас будет намного лучше и легче. И вообще всё расцветёт после нашей смерти. Такие люди называются психически больными, но больше всего меня поражают те люди, которые ведутся на эту музыку, ведутся на эти картинки и фильмы. Я этого не понимаю. Есть такие люди, у которых мысль о суициде просто пролетает, типа, а может мне сдав в жопу, что за бред? А есть такие люди, которых уже не переубедить, которые уже решили для себя, что им да, надо умереть. И опять же, они усугубляют ситуацию, слушая музыку грустную. Можно привести в пример некоторые треки Сплина. Да и не только он, множество групп есть. Просто подумай, каково будет твоим знакомым, хорошим знакомым и близким. Что они будут испытывать? Я не спорю, может быть, у тебя все проблемы исчезнут, ты ничего не будешь чувствовать, ощущать. Но твои знакомые, твои родные будут очень страдать, нереально страдать. От подросткового возраста никуда не уйти, его просто нужно пережить, и всё. Ничего страшного нет. Двойку ты получил, её все получают, тройку ты получил, её тоже все получают. Если ты отличника получил четыре, это не должно вызывать у тебя таких эмоций, слёз. Это исправимо. Парень бросил, девушка бросила. Да найдёшь ты себя ещё лучше в 200 раз, миллионов даже, в 200 миллионов раз лучше найдёшь. Запомните одну истину. Из любой проблемы есть несколько выходов. И ты обязательно найдёшь свой. Ну а на этом всё. Увидимся в следующем ролике. Пока.